Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте Вторая история в 25 главе Евангелия Это история о таланте Один человек, который уезжал в далекую страну, он поручил своим людям таланты Но он дал не поровну, а по силе каждому Одному он дал 5 талантов Другому же он дал 2 таланта А третьему он дал 1 талант Получивший 5 талантов, он сразу же употребил и получил еще 5 талантов Что важно у человека, который получил 5 талантов? Да, его тело является не его собственность, а телом хозяина И также талант заключается не его талант, а талант хозяина Этот человек, его тело тоже тело хозяина, талант тоже талант хозяина И душой хозяина, когда он работал Он получил 5 талантов, но он действительно Он работает с деньгами Хотя он вроде бы работает с деньгами, но на самом деле получается, что хозяин работает И хозяин поручил таланты и уехал в далекую страну И получивший 5 талантов, он точно знает душу хозяина Но он сразу же открыл дело и сразу же получил прибыль Но таланты? 3 различных людей Три типа людей, которые поручили таланты Получивший 5 талантов, он подумал, а хозяин мне дает 5 талантов, значит надо хозяина работать поэтому открыл свой бизнес получивший 2 таланта да он даже половины не получил того что получил первый талант да он точно не стал как нужно поступить с талантами который ему дал хозяин потом он вспомнил а человек который получил 5 талантов он знает всегда душу хозяина надо будет посмотреть как он поступает и он посетил его его нет дома спрашивает где он асси я не танца а вот он рынке торгует и действительно он пришел и видит что там продают вещи какие-то что вы сейчас делаете смысл что я делаю разве вам не видно вы что сейчас занимаетесь торговлей конечно а что тут такого не на андетах талант а почему хозяин не дал пять талантов фуинон да он очень строгий человек хозяин не хочет чтобы я просто их держал хочет чтобы я занимался делом поэтому как можно скорее мне нужно заниматься дело у вас нет времени еще поговорить со мной да я сейчас занят потом приходите приходите покупайте это покупайте это так усердно продают вещи человек получивший два таланта он думает человек получивший 5 талантов он точно знает душу хозяина а я хотя знаю плохо душу хозяина но получивший 5 талантов он всегда имел душу хозяина потому что повторить за ней да у меня два таланта поэтому я не могу конечно активно но я хотя бы буду так служить получивший два таланта он не знал душу хозяина смотри на жизнь человека получивший 5 талантов он научился душу хозяина и начал тоже вести дело да он тоже является рабом хозяина он даже половина не стоит того что человека который получил 5 талантов но он получил душу хозяина понял я тоже должен заниматься делом я очень активно начал заниматься своим делом и бог помиловал и он смог приобрести еще два таланта да я впервые встретился с таким вещем когда пришел в этот дом но благодаря хозяину я еще два таланта смог приобрести наверное хозяин будет очень радоваться да и он был очень рад и ждал прихода хозяина а как поступил человек который получил один талант он раб хозяина сунья на чу иные на облажение сальпич она но он совсем не думал о душе хозяина и это стало проблемой сонима чуя маму сальпиан если ты раб ты должен думать о душе хозяина чела она тунцем мангу а из и чуть-чуть за пулки салмы однажды знакомая от не супруги они поругались нам пили парад от аннер и муж очень сильно разозлился и побил жену и жене было очень обидно за то что ее побил муж когда она сказал ты почему меня бьешь хотя бы давай я узнаю причину ее муж сказал тебе не надо бы никакая причина тебе надо просто бить из-за этого ей было очень печально да если я в чем-то провинилась да можно меня бить но я ничего такого не сделала за что мне он тогда побил как и она начала думать об этом думала думай потом по обратилась психическую больницу и ее мама привела эту женщину ко мне я начал разговаривать с ним а нам пшли а да действительно тебя побил муж но ты правда не знаешь почему тебя побил он сказал я как ты можешь не знать причину по которым муж тебя побил знаешь почему тебя побил как бы ты не спорила с мужем ты же всегда побеждаешь поскольку ты всегда побеждаешь на спорах с мужем поэтому ведь ты всегда делаешь так как тебя учатся потому что если будете ругаться снова на славу ты побежишь его муж ведь всегда тебе проигрывал и он начал злиться и не мог уже вытерпеть этого но если бы ты уважала бы своего мужа ты бы могла догадаться и понять что муж наверно обиделся или очень сильно зон сейчас но поскольку ты на словах всегда побеждаешь своего мужа ты предупреждала мужем из-за того что ты предупреждала мужем ты можешь любые вещи переходить через спор поэтому тебе было безразлично то что муж сейчас страдает и мучается если бы ты серьезно относилась к мужем а если так будет это мужу будет неприятно наверное он будет зол он наверно будет злиться ты бы смогла точно это понять если бы ты знала ты бы не могла поступать с мужем как попала на беру муча аги тема не хрики но поскольку ты пренебрегаешь мужем ты так разобила а она сам-то сам-то андерика мышца разозлился терпел тепел поднимать на бетон крыса цен залоги зима конечно то что можете ударил это неправильно но также есть то что ты должна знать что это то что ты можешь на словах победить мужа и живешь как попало это нехорошо да когда муж побел жену он был очень зол но ты говоришь дай хотя бы причину узнать давай говори причину ему сказал что нет причиной я действительно понимаю его если он скажет причину ты победишь его на словах ты всегда побеждала в спорах поэтому хотел один раз хотел победить тебя тогда она поняла что до сих пор она пассина приемли голова мужа и она не пошла в психическую больницу она стала здоровой человек получивший один талант хотя он является рабом хозяина его душа всегда не соответствует душой хозяина у меня так обидно кому-то дал мне пять талантов кому-то два мне один только до тем который хорошо ему служит он дает хорошо а из-за того что я ничего не делал он пренебрегает мной почему кому-то дает пять талантов а мне только один все я ничего не знаю что же делать с этим талантом это спрятать где же его спрятать сувор и сайт амсу я буду на то джинуты ненорма теген не наверное закопаю где-то и потом когда приходили вытащить дам ему я из арам он хотя этот человек тоже был рабом хозяина он совсем не хотел за душе хозяина у него сумма к бомбика я цена пиуэс на таланта пиуэсу а в притчу одессих девок или при чат таланта я вон к милон даже чадили джан моно тетивы они не знали себя андар 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 джангона и человек получивший один талант он не знал хозяина сагира джонни хотя он был рабом но он не старался даже узнать душу хозяина ладно зачем буду делать то что мне указывать по моему они слишком лукавят перед хозяином поэтому очень многие хозяин наш любит когда ему таким как я всегда плохо относится поэтому ну ладно буду жить как попало человек получивший пять талантов получивший два таланта и получишь один талант каждый думал по-своему человек который получил пять талантов и какой человек получивший два таланта хозяин точно знал и также он знал какой человек который получил один талант но поскольку получивший один талант он думает что он молодец поэтому ему не нужно было узнать душу человека который получил пять талантов тем более он не видел ни одной причины по которым надо смотреть душе хозяина поэтому получивший пять талантов он открыл дело получивший один талант почему хозяин не дал один талант он не думал о душе хозяина зачем мне рассматривать душе хозяина я буду поступать как он просто мне сказал хотя он так говорит но он поступал со своими мыслями многие люди неправильно видят духовную жизнь почему потому что они следуют за своими мыслями если мы подумаем тот человек который получил пять талантов это благословенный человек чтобы вести духовную жизнь как человек который получил пять талантов что нам надо делать когда хозяин мне дал пять талантов этот человек получивший пять талантов он точно знал душу хозяина хозяина для того чтобы я занимался делом когда придут он придет поэтому он дает мне пять талантов с этим я сделаю заработаю еще больше и даем хозяину человек получивший пять талантов именно такую душу он точно знал душу хозяина когда я начал вести духовную жизнь я также начал узнавать душу иисуса когда я еще не знал душу иисуса точно я следовал за своим планом за свои мыслим и жил я думал что я смогу так хорошо исполнять заповеди я думал что я очень честно жил перед богом но когда постепенно я начал осмотреть на себе обнаруживать свой вид что смог точно понять я понял что у меня ничего нет хорошего я понял что я не в какой они особенно не хороший человек когда я какой-то особенный человек это очень трудно сломать свою душу но если я человек который ничего не имеет хорошего есть который должен погибнуть очень легко поломать свою душу это поэтому каким бы я не был особенным если я начинаю думать что я особенный то есть это все причины чтобы узнать душу хозяина это есть люди подобные неразумным пять девицам но человек который получил 5 талантов он не так поступил он душой уважал хозяина поэтому он хотел приобрести душу хозяина он хотел радовать хозяина именно с такой душой он занимается бизнесом и живет но получивший один талант у него не было причины узнавать душу хозяина и жил своей душой просто и потом он принес один талант и сказал это твое господин так он говорит тогда что господин говорит если бы ты оставил бы взаимодателем тогда ты бы получил бы еще прибыль да он был очень зол здесь символизирует три типа людей получивший пять талантов получивший два таланта получивший один талант все эти трое являются рабами хозяина но получивший один талант ему не нужно было узнать душу хозяина он просто жил со своей душой я жил такой доброй жизнью я так радовал бога я был таким верным ему человек получивший один талант имеет такую душу ему нет причины узнавать или рассматривать душу хозяина он жил просто такой жизнью в котором следует за своими мыслями за своей душой когда мы слушаем подобное наша душа действительно не может не болеть многие люди как человек который получил один талант да я раб хозяина я делал все что он мне говорил и он будет радоваться мною из-за того что он не знает точно душу хозяина просто следовали за своей душой по своим желаниям но получивший пять талантов как он смог получить пять талантов хотя он не знал душу хозяина поскольку он раб хозяина он всегда думал о душе хозяина когда он рассматривал душу хозяина он по себе начал узнавать душу хозяина и чем больше и больше узнавал о душе хозяина он не мог больше противиться душе хозяина и когда он начал жить в жизни в котором он нравится хозяину он глубже смог узнать душу хозяина и он смог стать рабом который хозяин радуется этот человек не был как-то особенным ревансом просто он хотел узнать душу хозяина и он жил такой жизнью которым следует за душой хозяина то же самое история о котором говорилось о человеке который должен был 10 тысяч талантов душе хозяина господин сказал ты злой раб ты просил поэтому я простил тебе долгей я помиловал тебя не так что тебе надо было помиловать друга твоего смотрите хозяин просил ему 10 тысяч талантов и таким образом он показал душу хозяина этому рабу но когда он получил 10 тысяч талантов прощения да если бы он смог бы узнать душу хозяина таким образом кто очень уважает душу хозяина он бы всей душой служил бы хозяин но у него совсем не было души которая уважает душу хозяина он жил своей души он не хотел совсем радовать хозяина на сегодняшний день очень много людей ходят в церковь они молятся сунген дали читают библию жертвуют и заниматься волонтерской деятельностью сравнивая свою душу и душу хозяина оказывается я моя душа такая грязная скверная я знаю думал только о себе но хозяин за меня он просил 10 тысяч талантов чем он глубже проникал и узнавал душу хозяина увидел что душа хозяина она очень широкая и милостивая великодушная но поскольку он думает только о себе и ничего не знает если бы я с самого начала жил в душе хозяина я бы смог заниматься очень многими драгоценными делами но из-за того что я не следовал за душой хозяином я потерпел такие вещи и таким образом он бы смог бы новой душой служить хозяина человек получивший два таланта у него не было мудрость поэтому у него была мудрость пойти к человеку получил пять талантов и посмотреть и повторить за ним а человеку получил один талант он даже не хотел думать он просто спрятал подумал все буду спать и потом приду когда придет хозяин и дам ему один талант так поступил человек получивший один талант так что и мы как получивший один талант мы жили совсем не интересуясь и не рассматривая душу хозяина господа но когда мы видим духовную жизнь насколько я грязный человек мы это смогли узнать мы поняли насколько мы злые люди и мы точно могли понять что насколько будет зло следовать за своими мыслями из того момента мы решили не следовать за своей душой это драгоценную душу хозяина мы принимаем и тогда мы точно смогли увидеть как господь бог действует нашей душе дорогие телезрители наши души мы не можем ни в когда одинаковое дело рассмотрим нашими глазами и глазами бога полностью отличаться будут то что я вижу кажется хорошим но на самом деле это оказывается неправильным и нехорошим иисус сказал если правый глаз согрешит вырби его если правая рука согрешит отруби его лучше войти в царство небесное с одним глазом наши глаза это глаза которые совершают грех которые совершают преступление и беззаконие и мы должны оставить эти глаза и принять душу иисуса христа и когда мы примем душу иисуса христа иисус христос войдет в нашу душу иисус христос войдет в нашу душу когда мы будем жить душой иисуса христа тогда наша жизнь станет благословенной и счастливой именно поэтому иисус говорит веруйте в меня так возлюбил господь этот мир и что дал единородного сына дабы всякий верующий в него не погиб почему бог дал единородного сына своего дабы получили жизнь вечную почему потому что нашим способом не получается нашим способом не получается поэтому господь показал что только через него это возможно дорогие телезрители ни в коем случае не верите в себя человек получивший один талант он поверил в себя именно поэтому он не смог достичь души хозяина человек получивший в 5 талантов поскольку он скверный и сам не может доверять себе он не мог верить в себя а то что исходит из души хозяина настолько прекрасное и поэтому наставлял каждый день свое и принимал души хозяина и этот раз все дальше и дальше получал признание у хозяина да он самый был могущественным и сильным перед хозяином поэтому хозяин дал ему 5 талантов а получивший один талант дорогие телезрители вы тоже не верьте в себя только в иисуса христа веруете в душе я верю такой милость который вы не можете представить и получите до новых встреч и они еще до свидания конца спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова